Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – «Освети их истинную Твоею». Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа, часть третья. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 по 26 стихи. В предыдущей части первосвященнической молитвы Господь Иисус Христос просил Небесного Отца, дабы Тот сохранил учеников. И вот в этой третьей и заключительной части молитвы, которая называется первосвященнической, потому что Христос выступает сам и как первосвященник, и сам же, как и жертва на заклане, Господь просит Отца Небесного, дабы Тот еще и осветил своих ближайших учеников-апостолов. 14 стих, 17 главы. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Христос передал Слово Отца Небесного ученикам. Ученики сохранили это Слово, но то, что они сохранили Слово и поступают в соответствии с этим Словом, является причиной ненависти падшего мира, который лежит во зле. «Они являются предметом ненависти, потому что прежде мир возненавидел Господа Иисуса Христа». 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Очень интересный стих, который по-гречески имеет важное окончание. Господь просит, «но чтобы ты сохранил их». И дальше идет термин «понирос». «Экту пониру». «Понирос» — это испорченные внутренние. Причем этот же термин встречается в конце молитвы «Отче наш». И мы там читаем в церковно-славянском переводе «но избави нас от лукавого». То есть на церковно-славянский язык термин «понирос» переводится как «лукавый» и может пониматься двояко. «Лукавый» — как падший ангел, или «лукавый» — как некое зло, лукавство, испорченность. Поэтому, конечно же, данный стих важен тем, что и здесь можно понимать избавление учеников от зла двояким образом. Прежде всего, конечно же, Христос просит Отца Небесного, дабы Отец сохранил учеников от внутренней испорченности, от греховности, от страстей и от порока. Потому что именно внутренний грех, внутренние наши страсти являются той дверкой, тем люком, через которых начинает действовать падший ангел сатана. То есть избавляясь от страстей и греха, мы тем самым избавляемся и от действия падшего ангела. Поэтому, конечно же, избавиться от зла — это избавиться от лукавого. Но обратите внимание, в этих словах Господа нет призыва для его последователей, то есть для нас с вами, для верующих людей, полностью покинуть мир, мирские сообщества, уйти куда-то в пустыню. Мы ведь знаем, что было монашеское движение очень активное, очень многочисленное в Египте в IV-V веках, и впоследствии в разных странах монашествующие составляли немалую часть Христовой Церкви. Но, тем не менее, Господь указывает, что не это основной путь христианства, что наша задача христиан и его последователей — оставаться в мире, но при этом не быть сопричастными к пороку, к страстям и к гнилости этого мира. Но мы не можем быть таковыми сами по себе, поэтому нужна помощь, нужно содействие, нужно ограждение Небесного Отца. Поэтому мы должны, оставаясь в мире, просить помощи, и тогда Отец Небесный оградит нас от этого греха. 16 стих. Они не от мира, как и я не от мира. Поскольку сам Господь Иисус Христос является тем, кто побеждает и грех, и дьявола, то, конечно же, и его ближайшие последователи — апостолы, и уже ученики апостолов, и каждый верующий. Если мы следуем заповедям Христовым, мы стараемся не грешить, делать добро, и тем самым показываем, демонстрируем, что мы не живем по интересам падшего греховного мира. 17 стих. И вот в этом стихе Христос просит, чтобы Отец Небесный не только сохранил апостолов, но еще их и осветил. Как же осветил? Осветил прежде всего своей истиной. То есть, стоит греческий термин «алития» — это именно теоретическая и догматическая истина. Для того, чтобы получить полноту освящения, отделенности от греха и соединения с Богом, насколько для нас и людей это возможно, нам необходимо усвоить правильное и истинное учение о Боге. Потому что, если мы правильно веруем, то правильно к Богу и обращаемся, правильно понимаем Его действия по отношению к нам. В противном случае, если наши представления о Боге искаженные, то мы будем действовать неверно, будем все равно сопричастны к греху этого мира и, соответственно, неправильно будем понимать промысл Божий. Восемнадцатый стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». В этом стихе оба раза, когда Господь говорит «послал», «послал», использует евангелист Иоанн греческий глагол «апостелло». Это очень интересный и важный глагол. Отсюда происходит как раз и термин «апостолос», «посланный», которым Христос называл учеников. Или лучше сказать, которым в Евангелии, в греческом тексте, названы ученики Христовы. В греческом языке глагол «апостелло» означает прежде всего «посылая кого-то куда-то, этого человека, посланца, снабдить всем необходимым». Отсюда, прежде всего, первое значение термина «апостолос» — это снаряженный корабль, который будет плыть через море, через бури, преодолевая ветер, и он приплывет в порт назначения, потом вернется назад. Очень важный есть оттенок смысла в этом глаголе. Обязательно посланный сохраняет связь с пославшим его. Ну и, конечно же, второе значение «апостолос» — это посол, то есть тот, кто действует от имени одного государства на территории другого. Ну и, наконец, уже третье значение — это как раз тот посланник, который не просто послан, но еще имеет от пославшего определенные полномочия и силу. «Когда Христос посылает апостолов, Он дает им силу изгонять нечистых духов, исцелять и так далее». В этом вот выражении, в 18 стихе, Христос, дабы указать то, что и Он, Христос, отделен от мира, освящен, и ученики, призванные к этой отделенности от мира, дабы быть освященными, два раза используют данный глагол. Как по отношению к тому, что Отец посылает Его Сына, так и по отношению к тому, что Он, Христос, посылает апостолов. Но это употребление глагола «пастелла», этот смысл, конечно, прежде всего действует вот в этой ситуации освящения отделенности от греха. В других случаях, в других ситуациях Христос, дабы подчеркнуть, что посланничество Отцом Его, Христа, все-таки отличается от того, как Он, Христос, посылает апостолов людей, ибо Отец и Сын есть Бог, а Христос и апостолы – суть Бог и люди, в других случаях Господь будет использовать разные термины, которые евангелист Иоанн Богослов в греческом переводе передаст разными греческими словами. Первое слово «апостелла» Христос отнесет к Отцу Небесному, к себе, дабы указать на вот эту вот величайшую связь между Отцом и Сыном Божиим, а когда скажет о том, что Он, Христос, посылает апостолов, Христос в интерпретации, в переводе на Богослово будет использовать греческий глагол «пэмпо». «Пэмпо» – это послать, но как в русском языке, без какой-либо дополнительной нагрузки. Именно такую фразу будет приводить Иоанн Богослов, когда Христос явится ученикам в первый день своего воскресения дверями затворенными. 19 стих 17 главы «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истину». В синодальном переводе немножко разные глаголы «посвящаю», чтобы они были освящены. Но в греческом тексте стоит один и тот же глагол «агиазо», то есть «освящать» или «светить». И поэтому мы можем перевести данный стих с греческого текста следующим образом. «И за них я освящаю себя самого, чтобы и они были освящены в истине». Получается, что вошедствие Господа на крест, когда Он приносит себя в жертву, посвящает себя как жертва. Есть необходимые условия для того, чтобы и ученики были освящены и освящены именно в истине. 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в нас едино, да верует мир, что Ты послал Меня». Вот здесь появляется прошение Господа Иисуса Христа о мире. Но это прошение о мире стоит в непосредственной связи, зависит от того, как исполнится Его Христово прошение у Отца Небесного, об учениках и ближайших последователях учеников. Христос говорит, «Но я молю не только об апостолах, которые несут Твое Слово, проповеданное Мною, в мир. Я молю также о тех, кто примет это Слово, то есть о верующих людях». Итак, апостолы, проповедники и верующие, те, которые составят Церковь Христову, вот если они будут освящены истинно, если это освящение приведет к их учеников взаимному единству, насколько это возможно для людей, ибо единство возможно, когда нет греха, нет раздора, нет средостения, вот тогда-то мир, взирая на Церковь, и сможет уверовать». О чем же говорит Господь? Как это и доверует мир? Ведь Иоанн Богослов употребляет вслед за Господом Иисусом Христом термин «мир», по-гречески «космос», как указание на падший человеческий мир, на испорченный после грехопадения человека мир. Так в том-то и дело, что если Церковь начнет возрастать благодаря деятельности апостолов и верующих, то мир, глядя на Церковь, тоже будет меняться. И действительно, история христианской Церкви показывает, что целые народы становились христианскими народами, что повсеместно просияла истина Божья, истина Христова, было неспровергнуто идолопоклонство, язычество, были неспровергнуты те страшные культы, которые держали людей под властью дьявола. Таким образом, только тогда может мир преобразиться, когда в мире и существует, и действует Церковь Христова, которая есть Его тело, а Он Христос – глава Церкви. Как потом будет об этом говорить апостол Павел в трех разных своих посланиях. 22 стих. Стоит вновь греческий термин «локса» – слава, не как молва, а именно как возможность, способность сотворить что-то важное, значимое, положительное, полезное. И вот как Христос во время общественного служения прославлял Отца Небесного своими делами исцелений, делами воскрешений и так далее, и прославит Отца через распятие и свое собственное воскресение, так Он дарует и силу, а через Духа Святаго и наставление ученикам, чтобы и ученики могли творить добрые дела, и через это прославлять и Бога, и Господа Иисуса Христа, и Духа Святаго. И вот когда они получат силу, дабы творить такие дела, то, конечно же, это приведет и к тому, что они будут способны к единству, ибо единство возможно, когда действует благодать Божия. Конечно же, и в этом 22-м стихе, как и в одном из предыдущих, следует понимать сравнение, как условно, да будут едино, как мы едино. Не могут быть люди едиными настолько, насколько едины лица Святой Троицы, но речь идет о максимально возможном единении в Духе и в Истине. Речь идет о религиозно-нравственном единении людей. 23-й стих. Вновь Христос говорит о том, что мир познает, что Отец Небесный послал его Христа. То есть, говорит о том, что многие народы, которые прежде были язычниками, пребывали в падшем состоянии, уверуют в Иисуса Христа. Мир познает его. Но это будет возможно, когда они настолько, его ученики Христовы, соединятся между собой в духовно-нравственном плане, что это соединение можно будет назвать совершенным. И вот здесь как раз вновь используется Иоанном Богословом греческий глагол «телео». Совершенным в смысле завершенным. Потому что, когда происходит это завершение, то достигается некая цель, некий результат. И вот результат единения учеников в Духе и в Истине как раз то, что мир будет становиться мало-помалу христианским. 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, довидят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основание мира». Здесь Господь Иисус Христос говорит о том, что после вознесения во славу Небесного Отца Он все-таки, как Бог, будет пребывать с учениками. И поэтому Он будет действовать в разных местах, но фактически физическим образом будут действовать ученики-апостолы. Об этом Он и говорит, что «Я хочу, чтобы где я, и они были со мною». И вот эту вот славу Его, которая будет проявляться через деятельность апостолов, а потом служителей церкви и верующих, можно будет созерцать, ибо здесь стоит греческий глагол «theoreo». «Theoreo» — созерцать, видеть то, что иногда невидимо физическими очами, хотя и существует реально. И вот получается, что будут видеть не только апостолы, ученики Христовы, но и окружающие люди славу Отца Небесного и Господа Иисуса Христа, созерцать ее через деятельность учеников. А деятельность учеников будет свидетельствовать, что там пребывает Христос, а не действуют благодаря Его соизволению. 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». Иоанн Богослов для того, чтобы передать смысл этой фразы Христа, вновь использует греческий глагол «геноско» — познавать на опыте, путем общения. Христос указывает, что «я тебя познал, потому что я Сын Божий, я есть истинный Бог». Только Бог может познать Бога. Мир не может познать Бога. Это невозможно. Но и ученики. Не сказано, что они познали Небесного Отца, ибо велика пропасть между Творцом и Творением. Говорится, что они познали, что ты меня послал. То есть они познают тебя через меня, твоего посланца. И опять для указания на послание сына отцом используется Иоанном Богословом греческий глагол «апостеллу». 26 стих. «Я открыл им имя Твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». И вот этими словами Господь подводит итог первосвященнической молитвы. Он уже и прежде указывал на то, что Он, Сын Божий, открыл имя Божие людям. Это имя Отец, ибо Бог есть Отец, посланный им. Иисус Христос есть Сын Божий, и исходящий от Отца Святый Дух есть Утешитель. Вот это имя. И, конечно, от имени Отца мы приходим к имени Святой Троицы и к уже упомянутым именам Отца и Сына и Святаго Духа. Но все, что было сказано прежде в первосвященнической молитве о том, что через открытие этого имени Отец Небесный сохранит учеников от всякой испорченности, от скверны и от зла осветит их, дабы они были отделены от мира и могли познавать Небесного Отца и Сына, посланного Отцом, результатом является именно любовь. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет и я в них. конечно же стоит греческое слово Агапи, возвышенная, духовная, чистая любовь. Та любовь, которой Отец возлюбил Сына. Именно эта любовь будет в учениках, в апостолах, в верующих, христианах, потому что Христос пребывает в учениках. Получается, что само по себе и сохранение от зла, и освящение еще не есть результат, а результат, которому Христос подводит учеников, дабы они на это настраивались. Результат, которым будет действие Отца Небесного по сохранению учеников, это любовь. Вот это конечная цель того, что будет проповедано учениками в мире, конечная цель того, что мир познает Христа, конечная цель не просто деятельности апостолов и их последователей и верующих, но и вообще то, что связано с познанием Бога и жизнью вечную. И получается, если мы подвязаемся, трудимся, молимся, изучаем Священное Писание, ну и, конечно же, постимся, стоим на долгих службах, делаем добрые дела, но при этом нет у нас любви ни к ближнему, ни к Богу, ни к тем людям, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Получается, мы еще не достигли той цели, ради которой Господь Иисус Христос просит Отца Небесного о своих учениках и об их последователях. Но поскольку эта цель обозначена Господом, то, конечно же, будем стремиться к тому, чтобы усвоить учение Христова, которое есть учение Божие, будем стремиться к тому, чтобы мы были отделены от этого мира, от его греха, дабы мы были освящены Богом Небесным и через это освящение получили благодать на то, чтобы пребывать в любви и с Богом, и с ближними. Как скажет Иоанн Богослов в своем первом послании, кто говорит, что любит Бога, но при этом ненавидит брата, там даже более интересно, кто говорит, что любит Бога, которого не видит, а при этом ненавидит брата, которого видит, тот, конечно же, лжец, он обманщик, ибо если мы ненавидим брата, не можем и любить Бога. Если же мы учимся любить ближнего, то, конечно, это есть проявление того, что мы полюбили Бога, а лучше сформулировать иначе, проявление того, что мы открыли свое сердце Богу, возлюбившему нас через крестную жертву своего Сына Господа Иисуса Христа. И вот в этом последнем стихе 17 главы Христос и говорит, только когда я пребуду в них, в учениках, в верующих, тогда в них и пребудет любовь. К этому мы и будем стремиться. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...